Привет-привет, любимые и дорогие зрители! В этом видеоролике с вами обсудим то, что нам придется ждать от мобилизации, а конкретно поданные в Верховную Раду законы. Их, кстати, хочу заметить не один, а два. На самом деле, в этом видеоролике мы посвятим его полностью теме, связанной с ответственностью, теме, связанной с значительным ужесточением ответственности простых людей перед нашей властью, перед нашим государством за некие, по их мнению, очень уж серьезные нарушения. Хочу заметить, что есть отдельно закон и о мобилизации тех категориях, кого там хотят призвать, кого они хотят отправить на войну, чтобы их защищали. То есть, эту тему, я думаю, мы обсудим отдельно, потому что этот видео очень сильно затянет. Сейчас мы поговорим о том законе, о котором не так много рассказывали, и конкретно, на самом деле, в этом законе самое главное хранится. Это ответственность. Ответственность моя, ответственность ваша, чтобы мы, друзья, понимали, что они нам готовят. Проект закону про внесение змин до Кодекса Украины админ правопорушения криминального кодекса щодо посылания відповідальности за висковое правопорушение 10.379.25.12.23. Подає його Шмигаль Денис Анатольевич. Хочу чуть-чуть напомнить вам предысторию вопроса. Зеленский дал им поручение соответствующее, разработать закон, который очень сильно нам всем поможет. И, соответственно, в исполнении его поручения Шмигаль, я так понимаю, они там это все подготовили, хотят быстрее, так как можно скорее передать в Верховную Раду, чтобы людей по этому закону можно было очень сильно штрафовать и очень сильно, будем говорить, наказывать. Первое, что они хотят сделать, это строки притягивания до админ-відповідальности. Административное стягнення за вчинення в особливый период правопорушений, предбаченные 210-210 за точком 1, может быть накладно протягом трех років с дня його вчинення або выявлення. Вообще у нас срок привлечения, когда это не суд, два месяца. То есть, есть правонарушение, кто-то его совершил, в течение двух месяцев необходимо привлечь, а то сроки выходят. Они здесь хотят очень серьезно это все усовершенствовать, чтобы в течение трех лет это все происходило, чтобы в течение трех лет можно было человека привлечь к ответственности. Ну, это, как говорится, такое, только начало. Слушаем дальше. Порушение призывниками, військово-зобовязненими, резервистами правил військового облику. 210-тягне за собой накладание штрафів від 500 до 1000 неоподаткованных минимумів. То есть штраф от 8500 гривен до 17000 гривен. То есть, если человек не стал на учет, что-то там с этим переехал куда-то и не обратился в центр комплектования и не стал на учет. 210-те, зі значком 1. Порушение законодавства про оборону військового обвязка, військового службы, мобилизацію и мобилизаційную подготовку. Тягне на собой штраф от 2 до 5034-85. Але це нас не цікавить. Чому? Деяне передбачено частинною першою цією статьи в чиненнюю в умовах особливого периоду тягнено слабое накладание штраф від 153 до 204 тисяч гривень. Что означает эта формулировка фактически? Сейчас постараюсь объяснить. Вот под вот эту статью 210-ю со значком 1 они плетут повестки. Хотя на самом деле там ни хрена о повестках не написано. Вы можете и сейчас версию открыть, прочитать. То, что я вам зачислил, там ничего за повестки нет. То есть начальник центра комплектования, только он имеет право составлять протоколы по этой статье, он имеет право вот на свое усмотрение на любого человека составить такой серьезный штраф. 20 тысяч гривен. 200 тысяч гривен хочет шмыгаль с простого украинца. Они, наверное, считают, что у нас у каждого есть такой доход, чтобы оплачивать 200 тысяч гривен. То есть людей хотят полностью разорить, пустить по миру и вообще, ну, говорится, уничтожить в плане материального, чтобы человек никогда, от слова никогда, больше ничего не смог себе не купить. Просто его сделать рабом, загнать в долги и просто ужасные вещи совершить с человеком. То есть вдумайтесь дальше. Вот я вам расскажу саму процедуру. Этот сам протокол имеет право составлять кто? Начальник центра комплектования. То есть начальник центра комплектования здесь является и судьей, и прокурором, и присяжным, и адвокатом в одном лице. То есть вот параллель с нарушениями правил дорожного движения. Человек нарушил ПДД, человека остановили, составили на него там 500 гривен каких-то штраф. На месте все составили, распишись, не хочешь там, иди гуляй, обжалуй, как там говорят сотрудники полиции. То есть вот эти проворовавшиеся, все они там как один, начальники центра комплектования имеют право, вдумайтесь, штрафовать человека на свое усмотрение на 200 тысяч гривен. Начальник центра комплектования, он не судья, он не прокурор, у него ни хрена нет образования. Он вчера, я подозреваю, ходил где-то быкам в селе, крутил хвосты. Сейчас, о чудо, карьерный рост, его где-то там подняли, и он стал начальником центра комплектования, вершителем судеб, вершителем душ. Он, представляете, у него есть возможность, у начальника центра комплектования, решить, кому жить, кому он может оставить, а кому умереть. Представляете, ни одной службы у нас, ни СБУ, ни полиция, ни суд, никто не имеет такой возможности, а у него есть эта возможность. И сейчас ему еще хотят дать возможность, это у нас как бог какой-то царь, я не знаю, кто это получается, штрафовать людей на свое усмотрение на 200 тысяч гривен. К примеру, элементарная ситуация, вы уехали за границу, вы уехали в другой город, вас берут и штрафуют. Какое количество раз они имеют право штрафовать? Да какое угодно, он же начальник центра комплектования, он стал круче судей, прокуроров и всех остальных. Имеет право вот так вот раз и 200 тысяч гривен выложить, выложить, доставай. Ну, не хочешь, хочешь, можешь пойти с ним договориться, взятку дать, чтобы, как говорится, порешать. Представляете, вот такие против людей принимают, вернее, еще не приняли, подают законопроекты, наша главная власть. Это все исходит оттуда, сверху, и чтобы депутаты, негодяи, вот это вот обязательно приняли, они хотят. Читаем дальше. Позбавление свободы, вот тут добавляю, особа, яка порушила законодавство про оборону, військовый обовязок и все-таки инше, правила військового облику, подчас дея особливого периода может быть затримана на строк до трех годин для складания протоколу, а в необходимых выпадках до трех дип. То есть, соответственно, хотят полностью узаконить вот этот беспредел, который у нас происходит, чтобы они могли любого человека похитить с улицы и держать его три дня, пытать, издеваться без адвоката, без защиты, без прав, без еды, без воды, без ничего, издеваться с человеком и заставить его таки подписать как-то эту повестку, медицинскую комиссию или что там еще надо, чтобы человек подписал, чтобы пошел вместо вот этих военных, которые должны идти воевать, пошел их защищать. И пошел защищать обязательно нашу власть и наших депутатов. Теж, даже цікавая змина, криминальный кодекс, статья 336. Ухиление від призванного військового службу під час мобилизации, у тому числі відмова від проходження медичного огляду. Карається позвалення волі на строк від 3 до 5 років. Міністр Рустем Умеров. Кто такой миністр Умеров, я, честно сказать, вообще не понимаю. Почему, например, тракторист Микола должен воевать, а Рустем Умеров не должен воевать? Я это не понимаю. Что имеется в виду вот этот вот отказ от прохождения комиссии? Я до конца, честно сказать, для себя не понимаю. Ну, то есть, к примеру, тебя взяли, запаковали, ну, возможно, даже избили, скорее всего, затащили в этот центр комплектования и говорят, давай проходи комиссию. Ты говоришь, я не хочу, идите гуляйте. Они говорят, ага, ну, мы тебе сейчас отказим, и человека на 5 лет. Хоп, и засадили. Ну, это хороший вариант, который такой, ну, может же быть другой вариант. Допустим, взяли человеку, отправили повестку, приходи на медкомиссию, он не явился. Тоже раз, и 5 лет дали. У нас тюрьм вообще хватит? Вот хотелось спросить у нашей власти, тюрьм, вообще у нас с тюрьмами все хорошо? Хватает тюрьм, чтобы всех на 5 лет туда посадить, те, кто не хотят? Потому что, на самом деле, право применения, это все, на самом деле, непонятно, как оно будет, но вполне возможно то, что вручат повестку на медкомиссию. Значит, ты не явился, значит, ты отказался. Первый раз бахнут штраф 200 тысяч гривен, чтобы забрать у тебя квартиру, ну, тебя выгнать на улицу, чтобы ты бомжевал. А второй раз возьмут и на 5 лет посадят, чтобы квартиру за это время успеть у тебя забрать и на кого-то переписать. Ну, такой, знаете, очень интересный способ, очень он так вот, понимается, он дает желание, я когда это все почитал, обязательно пойти защищать, чтобы Рустем Умеров там продолжал где-то сидеть вместе со Шмыгалем, а я, чтобы, например, и кто-то из вас пошел на войну. Вот это вот их мысли. И никто даже из них, заметьте, не думает, что надо что-то придумать другое, что надо, может, попытаться как-то поговорить о мире и попытаться найти какое-то другое решение, кроме как призвать туда 500 тысяч человек. Витаю всех, друзья. Сегодня в ночи внесли до Верховной Ради проект закону про мобилизацию номер 10-378. Дорогие друзья, я сразу вам скажу, что в таком варианте, как есть этот закон, он не решит проблемы, он неэффективный, неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет. Да, мы отдаем себе звит, что под час войны мобилизация обовязкова. Мы отдаем себе звит, что действительно украинцы свою землю мусять оборонить. Как бы кто ни относился к Юле Тимошенко, я, кстати, никогда особо не испытывал симпатии, но надо отдать должное, хоть один человек из этих депутатов что-то сказал против. Потому что это вся зэ-команда, команда Зеленского президентская, они же там все оп-оп-оп, что сказали, оп-оп-оп, любой закон, любой диктаторский закон, любой они там проголосуют вот так вот на раз-два-три. И, кстати, Юле надо отдать должное, она и против этого каннабиса тоже голосовала. Я считаю, что абсолютно сейчас это вот каннабис, это та тема, которая сейчас просто не нужна, не интересна, и вообще в ней нет никакого смысла, кроме как кому-то там заработать на это денег. Я, кстати, тоже с ней согласен полностью. Есть такая вот мысль, что этот законопроект, он изначально стал триггером. Он стал изначально тем, что люди это не приемлют, ведь это просто ужас, ведь вы прослушали первую часть этого видеоролика. И, соответственно, есть такой план, что офис президента вместе с Зеленским подает этот законопроект. Разделяют ответственность, чтобы депутаты за него голосовали. Их, конечно, и так у нас ненавидят, честно говоря, этих депутатов, чтобы еще и больше к ним люди отрицательно относились. И в дальнейшем свалить это все на депутатов, на залужного, который тоже там в чем-то виноват, наверное. И, соответственно, потом президент просто это все витирует, все эти законы, и под это дело уволит залужного. Я, честно сказать, в это все не верю и очень сильно в этом сомневаюсь. Если бы это, конечно, было так, то, говорится, дай бог, зачем принимать такие диктаторские законы против людей. Кстати, хочу заметить, что сегодня, 27-го, планировалось выступление вечернего квартала в Буковеле. Прийти и посмеяться. Как это, знаете, вот, честно сказать, мерзко. В то время, когда у нас каждый день гибнут люди, вот эти вот, я даже не знаю, слово какое-то не могу подобрать приличное, чтобы их описать, ходят, хихикают, ездят за границу, вот это вот веселятся. Как им весело, наверное, в это время. Ну, когда людей у нас вылавливают на улице и заставляют идти на войну, эти ездят негодяи, смеются и хихикают. Просто, честно сказать, слов нет. Ти люди, которые претендуют на так называемое оттерминувание, ну, або отстрочку, простее скажу, читаю, для аудитории это слово скажу, ну, чи потребует перегляду, власне, ось цей подход, и какие категорії, властиво, матимуть право на ось это оттерминувание? Ну, дивіться, знову ж таки, повторюсь, из того, что я начинал, что Збройным силам Украины, мне особисто, мне главное, чтобы пришли люди до войска и могли выполняти поставленное завдание. Те, кто, яку будет мать отстрочку, або кто, якусь отстрочку не будет мать, а кого будет призывать, кого будет держава призывать. На сегодняшний день я вважаю, что это не моя компетенция, для этого есть центральные органы выполнительной влады, которые могут это призначитать. Еще раз повторюсь, что мне нужны люди, мне нужны боеприпасы, мне нужна оружие для того, чтобы продолжить ведение боевых действий. Спасибо.